Слышите эти звуки? Возможно, это таланты будущего. Как стать номинантом стипендии, которую вручает торговая сеть Максима, мы сегодня и узнаем. Талант будущего – это конкурс стипендий, инициированный Максимой Эстонии в 2011 году, чтобы поддержать талантливых учеников с 5 по 12 классы на их пути к мечте. И в этом году мы проводим конкурс в четырех категориях. И это те категории, которые, опять-таки, с нашей точки зрения, являются очень важными для развития нашего государства. Мы говорим о культуре, о спорте, о науке и, конечно, о предприимчивости. Именно в этих категориях мы ждем заявок. В этом году мы готовы выплатить стипендии 12 ученикам, так же, как и в прошлом году. Надеемся, что количество заявок будет не меньше, чем в прошлом году, то есть оно будет не менее 300. При всем этом для нас важно и то, все-таки, какие заявки мы получаем, от кого, из каких регионов и, безусловно, в каких категориях молодежь себя больше всего проявляет. В каждой категории жюри выберет одного победителя, а также второго, третьего стипендиата. Стипендия за первое место – 1500 евро, за второе – 1000 и за третье – 500 евро. С самого первого года, с самого первого конкурса мы доверяем оценку кандидатов и, соответственно, решение о том, кто из кандидатов получит стипендию – жюри. И в жюри мы приглашаем людей, которые уже достигли результатов именно в тех категориях, в которых проводится конкурс. Если говорить на примере этого года, то в категории «Предприимчивость» кандидатов оценивает и, соответствующий, выбирает стипендиатов главный редактор этого «Плюс» Дарья Сар. Поскольку она известна именно как тот предприимчивый человек, который всячески поддерживает и различные проекты, различные начинания молодежи. Помимо Дарьи Сар, в состав жюри в этом году входят ученый Айгар Вайгу, баскетболист Тит Цук и певица Герли Падер. Конечно же, мы не могли не спросить о прошлых победителях. И с одним из них, а именно с Танелем Эйка Новиковым, мы и познакомились. В 2016-м он был вторым стипендиатом в номинации «Культурный талант». Я решил участвовать в этом конкурсе, потому что у меня очень много разных дел, конкурсов, идей, которые я хочу осуществовать. И я подумал, что стипендия мне понадобится для того, чтобы помочь осуществить. Когда-то Танель Эйка мечтал играть на ударной установке. Но когда он пришел в музыкальную школу, оказалось, что учиться нужно на всем понемногу. В какой-то момент он открыл для себя такой редкий инструмент, как маримба. И тогда он понял, что это его. Я играю на маримбе. И эту стипендию я использовал для того, чтобы купить палки для маримбы. Потому что маримба как таково инструмент, где нужно очень много палок иметь. Потому что разные регистры, для разных регистров нужны разные палки. Для разных характеров, разных цветов. Еще мне стипендия понадобилась для того, чтобы купить билеты для путешествия в Стокгольм, к моему учителю. И кроме этого еще для разных конкурсов. Стипендия как таковая помогла мне не только материально, но подняла мою мотивацию. Я почувствовал, что я могу сделать намного больше, чем я раньше мог. Что, чтобы получить эту стипендию, нужен какой-то уровень, какое-то имя. И я как-то почувствовал, что теперь у меня есть эта внутренняя сила осуществить все это. Помимо внутренней уверенности, тоннель смог сильно продвинуться в творческом плане и поучаствовать в конкурсе в Санкт-Петербурге. Конкурс в Санкт-Петербурге у меня был в декабре. Конкурс был для ударников. Я играл, я конкурировал в категории маримбы. Там были игроки, я с Эстонии, там было игроков с Латвии, с Москвы, Петербурга, Омска и даже Белоруссии. И в этом конкурсе я получил первый приз. И конкурс был, конечно, обалденный. Кстати, он был в церкви Яники Рик, которая эстонская церковь. Акустика, кстати, тоже обалденная. В качестве первого приза тоннель получил приглашение выступить на сцене Мариинского театра, где выступил месяц назад. Я все еще не верю, что я там выступил. Зал, конечно, огромный, публики было много. И просто то впечатление оттуда было обалденное. Так что эта стипендия действительно дает молодежи хорошие возможности. Прием заявок на участие в конкурсе «Талант будущего» продолжается до 15 мая. Подать заявку можно на сайте tulivikutalent.ee. Для этого нужно отправить мотивационное письмо или видео, список своих достижений, подтверждение о успеваемости в школе и рекомендательное письмо от учителя или какого-то другого человека. А также несовершеннолетние участники должны иметь доверенность от родителей. Редактор субтитров А.Семкин